Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга. Сегодня в России отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят 25 лет назад на всенародном референдуме. Конституция – это документ, по которому живет наша страна. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития. Поэтому День Конституции можно считать праздником каждого из нас. Ну а теперь к новостям. В здании администрации состоялся Общероссийский день приема граждан. Без каких-либо особых очередей я сегодня смог зайти в администрацию. В бассейне «Дельфин» прошли веселые старты, приуроченные к Международному дню детей-инвалидов. В данном празднике спортивном каждый показывает свои возможности максимальные, насколько он их может показать. Мама, папа, я – спортивная семья во дворце спорта «Видное». В этом году такой аншлаг, так радостно, так приятно и неожиданно приятно. 54 семьи. Пятый год. 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в стране проходит Общероссийский день приема граждан. В Ленинском районе свои двери распахнули все муниципальные структуры. Каждый житель смог без предварительной записи получить консультацию соответствующих служб. В администрации района прием провел глава и все его заместители. Как это было, расскажет Юлия Пагасьян. День открытых дверей. Так можно назвать Общероссийский день приема граждан, который прошел в администрации Ленинского района. Сегодня без предварительной записи можно было попасть к главе муниципалитета и к любому из пяти его заместителей, чтобы задать свои вопросы на тему жилищно-коммунального хозяйства, земельного права, здравоохранения, образования и многие другие. Все на самом деле очень просто, понятно. Без каких-либо особых очередей я сегодня смог зайти в администрацию, прийти напрямую к заместителю главы и задать свой вопрос. Прием, как и сказано в поручении президента России, традиционно начался в 12 часов дня и закончился вечером в 20.00. За это время представители власти смогли принять десятки граждан и дать своевременные и компетентные ответы на волнующие людей вопросы. Мы находимся друг с другом в режиме связи. Если для решения вопроса принципиального потребуется дополнительная консультация наших параллельных структур, допустим, если они пришли по вопросам земельно-имущественных отношений, мы с ними начинаем разбираться по данному вопросу, но вопрос более глубокий, то мы подключаем управление архитектурой, строительство всех и любой заявитель от нас уходит с готовым, сформулированным для него ответом. В том случае, если сразу дать ответ не получается, вопрос берется на контроль заместителя главы Ленинского района и в недельный срок гражданин приглашается на повторный прием, чтобы получить консультацию. Так вышло и с Натальей Посокиной. Тема ее визита требует углубленного изучения. В ближайшее время планируется строительство дороги Щербенко-Федюкова-Горки-Ленинские, строительство непосредственно этой дороги ущемляет права наших участков, собственников и арендаторов. То есть люди им не разрешают строить дома, и не разрешают выкупать участки, когда дома уже построены. Ну в общем, и самое главное то, что это участки, в основном, которые были выделены многодетным семьям. Заместитель главы Сергей Гаврилов обещал максимально внимательно отнестись к проблеме и помочь в решении ситуации. Но стоит отметить, что двери администрации Ленинского района открыты не только в день общероссийского приема. Муниципальные служащие принимают население каждый понедельник. Помимо этого, глава и его заместители практикуют выездные встречи в городских и сельских поселениях. Юлия Погасян, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. В МОС облдуме подвели итоги работы за 2018 год. О деятельности ЗАГСобрания на пресс-конференции в региональном информационном агентстве Московской области рассказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов. С начала года депутаты приняли более 220 законов и внесли в Госдуму две законодательные инициативы. Было проведено 29 заседаний, на них рассмотрено 644 вопроса. Принято 965 постановлений и 62 решения. В избирательных округах принято более 10 тысяч жителей. За всеми этими цифрами скрывается каждодневная рутинная работа, направленная на создание комфортного проживания в регионе. Выезды на объекты и встречи подмосковных депутатов с инициативными жителями помогают снять ряд проблем. Игорь Юрьевич подчеркнул, что исходя из полученных запросов от местного населения и дальше будет формироваться деятельность регионального парламента. Две недели назад в Ленинском районе завершилась благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости», объединившая общественные и коммерческие организации, а также простых неравнодушных жителей. На очередном заседании Координационного совета общественных объединений района подвели итоги акции, обсудили перспективы таких инициатив, а также анонсировали программу предстоящих благотворительных мероприятий. Побывала на заседании и наша съемочная группа. Один из главных пунктов повестки дня очередного заседания Координационного совета общественных объединений Ленинского района – обсуждение итогов акции «Неделя доброты и щедрости». В этом году акция получилась не только насыщенной и очень разноплановой, но и весьма продуктивной. В этом году мы собрали рекордное количество пока для нашей акции продуктов питания и средств личной гигиены. По всему району это было почти две тонны, только по городу Видное мы собрали почти одну тонну. И в этом, конечно, за этим стоит большой и большой труд именно тех, кто побуждал людей к щедрым покупкам. В организации проведения «Неделя доброты и щедрости» приняли участие представители множества общественных и коммерческих объединений, а также волонтеры и неравнодушные жители. Адресную помощь получили все благополучатели общественных объединений – инвалиды, больные с сахарным диабетом, многодетные семьи, военнослужащие, уволенные в запас и отставку, ветераны войн и военной службы. «Такого еще не было никогда. Наши инвалиды, которые остро нуждающиеся, которые лежачие, и им просто необходима эта помощь, а не адресно. Мы сидели и каждого обзванивали и спрашивали, вам нужны памперсы или пеленки или еще что-то конкретное, индивидуальное». Наиболее активных участников акции наградили благодарственными письмами главы района, среди которых была и член Молодежного совета при главе Ленинского района Дарья Филатова. Именно она подключила к акции юных волонтеров, без чьей бескорыстной помощи подобное мероприятие сложно было бы провести. Всего в неделю доброты и щедрости приняли участие 59 учащихся школ и представителей территориальных советов молодежи. «Я была организатором уже во второй раз и по личным ощущениям могу сказать, что пусть это очень сложно, действительно сложно и стоять на точках, приглашать людей к участию в акциях, но все равно получаешь действительно такой заряд, когда люди первый день прошли мимо, а спустя два дня приходят и уже кладут и деньги, и какие-то продукты. И действительно понимаешь, что это делается все не зря». Затем председатель районной организации инвалидов-диабетиков Елена Воробьева рассказала о том, как зародился инициированной общественной палатой социальный проект мамы особенных детей. Она отметила, что такие мамы крайне нуждаются во всесторонней помощи и поддержке. Ведь именно благодаря их круглосуточной заботе и уходу особенные дети действительно живут, а не выживают. В рамках недели доброты и щедрости мамы таких ребят смогли совершенно бесплатно посетить салон красоты и фитнес-клуб. «Этот проект получил старт в неделе доброты и щедрости. Он будет продолжаться. Мы будем работать над его развитием. То есть с мамой необходима работа и психолога, и совместные встречи какие-то, приятные какие-то мастер-классы». Ну а благотворительную эстафету продолжит акция «Исполнить детскую мечту», которая пройдет 22 декабря в торговом центре «Ларец». Любой желающий может стать Дедом Морозом для ребенка-инвалида или детей из малообеспеченных семей и приготовить свой новогодний подарок. Гостей акции ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В бассейне «Дельфин» прошли веселые старты, приуроченные к Международному дню инвалидов. В соревновании приняли участие четыре команды, среди участников которых были как особенные, так и здоровые ребята. На месте событий побывала наша съемочная группа. На протяжении 24 лет в бассейне «Дельфин» проводятся веселые старты для особенных детей. Цель такого состязания вовсе не в определении победителя, а в том, чтобы участники смогли показать, а в дальнейшем и развить свои спортивные навыки. Проявлять себя среди здоровых детей, среди дальше уже взрослых детей, конкурировать вместе с ними. И поэтому в данном празднике спортивном каждый показывает свои возможности максимальные, насколько он их может показать. И для него это победа. Конкурсы были самые разные. Собирание колец под водой, переправа на плоту и броски мечом в корзину, которая находилась в бассейне. Несмотря на то, что испытания были непростые, члены команды поддерживали каждого своего участника. И принимают участие дети, особенные, как мы их называем, и здоровые ребята, и такое согласие между ними, и такая помощь друг к другу, которая оказывается, это все потрясающе хорошо. Пловцу из команды «Алимп» Роме Перову всего 9 лет. Плаванием он занимается уже второй год. Больше всего Роме понравился конкурс с нарками на глубину, где его команде не было равных. Собирать колечко. Много собрал колец? Да. Мы победили 26. Команда Владимира Кострючука «Акула» заняла в веселых стартах первое место. Выше других результат своего коллектива молодой пловец не ставит. По его мнению, в этих соревнованиях проигравших не было. Командная работа больше всего. И уверенность в команде тоже. А как ты думаешь, есть сегодня вообще проигравшие или нет? Нет, все равные. Главные болельщики соревнования родители активно поддерживали и даже помогали своим детям. Они остались довольны выступлением юных пловцов. По мнению Кирилла Романова, его дочь Мария успешно преодолела все этапы веселых стартов. Несмотря на то, что все-таки задания для нее были не совсем простые, но она справилась хорошо. Я считаю, что ее вклад был серьезный в участие команды. Конечно, команда по результатам не победила, но здесь главное не победа. На веселых стартах в бассейне «Дельфин» проигравших действительно не было. Все юные пловцы получили сладкие подарки и приглашение на новогоднюю елку на воде. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Семейные команды Ленинского района приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья». Старты прошли в спортивном зале Дворца спорта «Видное». Екатерина Коваленко побывала на этих ярких и зажигательных соревнованиях. Семья Бакуровых из совхоза имени Ленина впервые на соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». Узнав о таком событии, Юрий, Ирина и маленький Федя ни минуты не сомневались и сразу решили стать участниками состязаний. Ведь это так увлекательно и азартно. Решили проверить сложность, скажем так, нашей внутренней команды, нашей семьи. Насколько мы сплочены между собой. Можешь применить в данных конкурсах свои возможности, помочь своей семье в конкурсе, как-то предугадать, помочь, посмотреть друг на друга другими глазами. Семейный поезд, поход в бассейн, смешанная эстафета, построй башню, скачки, догони мне. Названия конкурсов. Говорят сами за себя. Сила папы, гибкость мамы и отличная реакция ребенка – вот главные слагаемые успехи. Впрочем, здесь, как нельзя, кстати, лозунг, что главное не победа, а участие. Так считают и видновчане Будановы. Уже во второй раз Андрей, Лилия и Денис на семейных стартах. Всегда очень нравится, весело, живо проходят все активные, бодрые, веселые. У нас и так дружная семья, а здесь еще больше. Приобретается спортивный дух, состязаний, как бы каждый друг за дружку старается выложиться по полной. За потрясающей атмосферой сюда приехали семьи из всех поселений Ленинского района. Несмотря на то, что эти соревнования проводятся уже много лет и стали традиционными, в нынешнем году количество участников побило все рекорды. И с каждым годом семей все больше и больше. Вот. Не вспомню точное количество семей в прошлом году, насколько помню, около 30. А в этом году такой аншлаг, так радостно, так приятно и неожиданно приятно. 54 семьи. А это, в свою очередь, значит, что более 150 человек получили невероятный заряд энергии и наверняка еще раз осознали, что победить можно только приложив совместные усилия. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В четверг будет минус 2 днем и минус 4 ночью. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова